В Новосибирской области налоговая беспокоена тем, что жители не хотят платить налоги, сдавая квартиры. Люди и в принципе не очень-то охотно делились таким доходом, но сейчас показатели продолжают падать. О том, как вычислили эту проблему, нам рассказывает Ирина Демиденко, начальник отдела налогообложения доходов из лиц областного управления ФНС. За последние три года по итогам декларационных кампаний декларируют доходы от дачи имущества в аренду около 4 тысяч человек. И средняя сумма, которая налога заявляется в декларациях, колеблется от 28 до 30 миллионов рублей. Мы, конечно, понимаем, что это недостаточно для Новосибирской области, потому что мы в свое время проводили анализ этой ситуации на территории Новосибирской области. Пришли к такому выводу, что у нас где-то недопоступление налога на доходы физических лиц, именно по этому направлению, составляет где-то 400-450 миллионов рублей. Такой анализ мы сделали на основании того, что мы из данных налоговых органов выбрали физических лиц, которые имеют в собственности 3 и более объекта живой собственности. Выбрали собственников, например, у которых не одна, не две квартиры, а три и более. Соответственно, мы подразумеваем, что для личных нужд человек же не может использовать много квартир. Вот если у него, например, 10-15 квартир в собственности, вполне логично предположить, что они сдаются в аренду. А на самом деле, значит, эти люди декларацию не сдают и не декларируют соответствующий доход. Уважаемые радиослушатели, а может быть у вас есть мысль на этот счет, как помочь налоговой, как им стоит вычислять конкретных неплательщиков и уличать их, чтобы собрать деньги? И готовы ли вы позвонить в ту же налоговую и выдать вашего соседа, сказать, что он сдаёт квартиру? Или сказать, что, а вот квартира, что находится рядом, она сдаётся в аренду, но, наверное, хозяин не платит. Готовы ли вы таким образом поработать и помочь бюджету нашего региона? 289-99-33, телефон прямого эфира для вас, а также приглашаю писать в WhatsApp 8-923-145-1102. Доброе утро, здравствуйте. Ну, ещё раз, Владимир, как получилось у меня сегодня? Да, Владимир, в прошлом участковые полномоченные, между прочим, наверное, в том числе и участковым, надлежит работать в этом направлении, да, искать тех, кто укрывается от уплаты налогов? Да, только что вот хотел это сказать. Значит, вот я служил и начинал служить в 95-м году в другом регионе, и потом здесь служил, и всегда вот налогоинспекция просит там, и так писывает участковым, что вот, давайте нам информацию. Участковый, благословясь, пишет, что информации не подтверждается, потому что участковым это совершенно не нужно ходить, что-то там кого-то выискивать, спрашивать. Это ваше дело, ваше, вот вы и занимаетесь. Поэтому я вот лично, мне тоже это много раз приходило, я просто отписки делал, что в адрес вышло, ничего не подтвердилось. На самом деле, никуда не ходил. Ну, разве не хотелось палку получить? Это не палка, это вообще не результат. Это просто потрата времени, моего участковского времени. Я могу там два протокола за хулиганку составить на Нерусе, на каких-нибудь, а тут я просто потеряю время. И это никакое, это вообще не результат, это ни о чем. Спасибо за чистосердечное признание, Владимир. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые на ремонт беспокойтесь. Здравствуйте, на ремонт. А с вас налог продолжают брать? Продали дом, машину, с вас берут налог? Да. Нариман, мы по этой ситуации обратимся в налоговую за комментарием, а скорее даже за помощью, чтобы они разобрались с этой ситуацией, правильно сделали, что позвонили. Вот, пожалуйста, налоговая восполняет нехватку денег. Берут у человека за то имущество, которого у него уже нет. Доброе утро. Утро доброе, Виталий. Ну, налоговая для меня любимая тема последние три года. Было бы у меня часа полтора, я бы много чего рассказал. А по поводу вот этого, да, вот у меня, допустим, два парковочных места, то есть в семье три человека. Меня вызывают налогу и просят меня объяснить, почему у меня два парковочных места, а не одно. Пытаюсь доказать, объяснить людям, что у нас в семье два автомобиля. Вы понимаете, то есть ситуация какая? Они вызывают меня на опрос или как-то, не знаю, как допрос, разговаривают со мной через призму, так скажем, как будто я преступник, купил себе там два парковочных места и так далее, так далее. Понимаете, то есть у меня отобрали целый день мой рабочий. То есть вот такие методы у них, вот так они выявляют. Все налоговые обеспокоены тем, что люди не хотят платить налог, сдавая жилье в аренду. Сотрудники посчитали доходы за разные годы и видят, что цифра падает. Кроме этого, посчитали тех людей и те квартиры, которые на владельцах недвижимости числятся. На некоторых людях не одно жилье, а несколько единиц жилья. Где же деньги? Сотрудники говорят, что очень не хватает доходов. И вот, что намерены делать в налоговой, рассказывает Ирина Демиденко. Мы в этом направлении регулярно работаем, придумываем различные источники получения информации, потому что мы признаем, что их на самом деле, вот в силу действующего законодательства, этих источников, получения информации недостаточно. И поэтому мы, значит, придумываем, ищем пути получения такой информации. Ну, в частности, вот мы заключили, например, соглашение с мэрией города Новосибирска еще в 2012 году. В 2013 году с правительством Новосибирской области. Суть этих соглашений заключается в том, что муниципальные работники, его служащие, которые не имеют собственного жилья, они по законодательству по местному субъекту нашей Российской Федерации Новосибирской области, они получают ежемесячную компенсацию. И, соответственно, арендуя жилье, то есть они собственного жилья не имеют, снимают жилье, да, платят, значит, арендную плату и обращаются за компенсацией. И вот, значит, по таким лицам мы получаем информацию из мэрии и из правительства. С тем, чтобы вторую сторону этой сделки, человека, который сдает данному человеку как раз квартиру в аренду, мы как раз привлекаем и декларируем. Значит, по закону о полиции участковые производят там ежеквартальные обходы тоже помещений жилых, и в случае установления сдачи квартир в аренду, они тоже информируют налоговые органы о таких фактах. В общем, намерены закручивать гайки. Это Ирина Демиденко, начальник отдела налогообложения физлиц областного управления налоговой службы. Доброе утро. Да, скажите, вы готовы выдавать ваших соседей, если сдавать будут жилье? Да, если как бы нешумные соседи, то ради бога пусть встают. У нас вот одно время бабушка комнату сдавала. Но тоже они от хорошей жизни, отецкая. И если бы к ней налоговая пришла, ну я, честно говоря, шутки губы, конечно. Потому что людей и так довели уже до ручки. И так еще гайки закручивать. Ну это просто... Я, конечно, понимаю, что с точки зрения закона там... Ну, прежде чем наказывать, я думаю, нужно сделать так, чтобы у людей было достойно зарплаты, доходы и так далее. Бабушка с пенсией там по прожиточному минимуму, который тратит на квартиру половину на лекарства. Их дает комнату там за 4 тысячи рублей. Что-нибудь приводить налогового инстектора. Ну это просто, я бы, вот, меняют этих идей над электричеством лечить, наверное. Вам спасибо за мнение, но очень важная ремарка. В налоговой говорят, что вот таких людей, как эта бабушка, все-таки, наверное, не будут трогать. Давайте нашего собеседника еще раз послушаем. Объектом нашего внимания являются лица, которые имеют много в собственности объектов недвижимости. И, соответственно, у них и доходы больше. А если у человека одна квартира плюс одна сдается в аренду, ну когда-то, наверное, и этими будем заниматься. Ну, то есть, вашей соседке, наверное, коснулись бы не в ближайшее совсем время. Доброе утро, здравствуйте. Да, доброе утро, Вадим Дмитриевич. Кому выгодно, правда, какая правда выгода, то и делать. То есть, вот смотрите, когда мы разговаривали о нарушителях на дороге, все отвечали, да, я буду снимать, вы только это сделаете. Здесь все сейчас говорят, что нет. Я тоже скажу, что нет, их не будут. То есть, хотя съемных квартир, их очень много. И Владимир, когда звонил, это, по большому счету, это работа участковых. Участковый должен знать, какие у него квартиры съемные, какие нет. Так что здесь, я просто не представляю, почему налоговая решила через людей. То есть, нам что, так насильно, помаленьку, чуть-чуть, прививаются, давайте, сдавайте всех подряд. До этого и дойдет. Спасибо за мнение. Участковым, по сути, нужна отмашка или приказ. Хотя, как нам звонил экс-сотрудник МВД Владимир, он говорит, что он просто игнорировал такие задания. Но вот у нас есть бывший участковый Владимир Антонов. Он говорит, что, в принципе, занимался такой работой. И говорит, что для участковых она, в том числе, выгодна. Здесь, получается, взаимовыгодное сотрудничество. Во-первых, те, кто налоги не платят, да, не заключают эти договоры. Во-первых, они будут оштрафованы, ну, по линии налоговой службы. А, во-вторых, участковый, когда он составляет протокол, он составляет протокол еще за отсутствие регистрации по месту пребывания. У нас же каждый гражданин, который сменил, да, место самого нежительства, даже о пребывании, ну, фактически, да, к тете в гости приехал на месяц погостить или к бабушке, что это район 3, ну, формально должен зарегистрироваться по новому месту пребывания. Деквитанцию дают, и все. То есть, вот, ну, если в вашем случае, скорее всего, ну, также бдительные граждане сообщат, что будут привлечены, то есть тут и налоговый бюджет пополнится, и статистика улучшена. Так вот, это, 19-15 статья у нас об административных правонарушениях. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, меня зовут Дмитрий. А я вам расскажу, почему налоговая так берет. Потому что в налоговой, вот на моей памяти, я, вот это, кстати, моя тема, я с налоговой сталкиваюсь ежедневно, и сегодня поеду с клиентами на допрос. Так вот, налоговая, вот, в целом, в целом, это два с половиной специалиста, условно. Все остальные обнаглевшие родственники, которые вообще не знают ни законов, они не знают, на что имеют право, когда проводят допрос в рамках статьи 90-й. И когда им говоришь об этом, они, в большинстве, просто выбегают из кабинета. То есть, они не понимают, что они делают. Им сказали, они взяли под козырек и каким-то образом пытаются выявить. На допросах, если приходит человек без юриста, они ведут себя, как менты в 37-м году. Понимаете? Вот реально, кто сталкивался с налоговой, те сейчас позвонят и меня поддержат. Это просто караул, это гротес. А потом, когда они понимают, что человек знает, что говорит, они начинают так зайники сворачиваться, они начинают бояться. Это, ну, я не знаю, пока это не та служба, которую, на мой взгляд, можно уважать, по крайней мере, в Новосибирске. Я налоговиков встречал очень мало специалистов. Поэтому и доверять им какое-то дело собирать с гражданом, ну, на мой взгляд, это пока неприемлемо. Налоговая беспокойна тем, что люди не хотят делиться доходом, сдавая жилье в аренду. Они намерены привлекать и участковых, и чиновников для того, чтобы таких людей находить. Правда, говорят, тех, кто сдает одну квартиру, ну, наверное, будут тревожить в последнюю очередь. А для начала займутся теми финансовыми магнатами, у кого по 10-15 квартир. Телефон прямого эфира 289-99-33, номер ватсап 8-923-145-11-02. Владимир нам пишет. Я сдаю квартиру несколько лет, и ни копейки налогов не платил, и не буду платить. Доброе утро. Владимир, доброго утра. Узнаю общественный активист Иван Михайлович Жигало. Иван Михайлович Жигало. В общем, Владимир, я, Ларчик, как говорят, просто открывался. Налоговые, работники налоговой службы все это знают, как надо сделать. Но я им подскажу. Они там так громко с МВД, там с теми. Да просто надо с председателями ТСЖ в экскурс сделать, управляющие компании, старшие домов, председатели совета домов. Они все знают, кто знает. И все. Но по большому-то счету, да? Подсказано. Пусть просто включают серое вещество, ноги. И энное место надо оторвать от стула. И все будет окей. Самое сложное, это как раз насчет энного места и стула, предполагаю, я. Мы решили оторвать тоже энное место от стула. Да, впрочем, нет, даже сидя на стуле, решили провернуть эту операцию. Открыли в интернете объявление о сдаче недвижимости. И попросили нашу юную студентку попробовать снять какое-нибудь жилье. А заодно поинтересоваться. Хозяева платят налоги? Алло, прачечная? Скажите, пожалуйста, вот ценник здесь 15 тысяч, это учитывая коммунальные услуги, верно? Да, да, так оно и есть. Вы знаете, у меня к вам такой вопрос еще щепетильный. А вы платите налог от сдачи? Девушка, вы представьтесь, откуда вы и что? Почему вас интересует этот вопрос? Ну, просто я хочу, чтобы все было по закону. Я как бы с такими людьми не связываюсь, которые не платят налог. Ну, знаете, такой вопрос я бы, как, при личной встрече могла бы... Просто, если нет, я считаю, что и личной встречи не нужно. Ну, скажите сразу на берегу. Ну, тогда до свидания. Хотела узнать, 15 тысяч ценник, это включая коммунальные услуги? Да. Да, полностью. Знаете, у меня к вам еще такой вопрос щепетильный есть. Скажите, вы платите налог от сдачи? Нет, не получу. А почему? Просто я не связываюсь с людьми, которые не платят налог. Ответственность я буду нести. Не хочу. Почему? Не хочу продолжать разговор дальше. Алло, братичная? Все просто. Открываешь в интернет, находишь объявление и вуаля. Пожалуй, примем еще один финальный звонок по этой теме. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо. А я хочу, правда, что финальный сказать. Я вот в отделе работаю, плачу налог тоже. И я считаю, что аппетит поднимается у налоговой. То одна цена была. Теперь уже 9 тысяч уже просят за квартал. А налог за то, чтобы заниматься такси. А цены не геи, ничего. Только, наоборот, снижается. Поэтому я думаю, что все равно должно быть как-то, я не говорю, что налогово, а не все неподвольные, подчиненные люди. Кто нам руководит, так скажем, должен пересматривать ценовую политику, там, инфляцию и все дела. Потому что можно с барабана и все, и всегда поднимать и поднимать цены, а при этом жизнь-то людей просто... Надо уступать по проценту налогов, например, да? Какие-то скидки делать, как вариант. Спасибо вам за мнение. Давайте под занавес программы послушаем экономиста, постоянного эксперта радио «Комсомольская правда» Михаила Делягина. У него есть мнение и о том, как действовать налоговой, ну и вообще в целом отношение к данной проблеме. Стоит пустая квартира, где никто не живет. Очень хорошо. Смотрим на счетчик водопотребления. Как это делать в Москве? Если счетчик крутится, если электрический счетчик тоже крутится, значит, дорогие друзья, здесь кто-то живет. И приходит проверочка. Один сотрудник налоговой службы, один сотрудник органов внутренних дел, не хочу их полицая называть, они это не все пока заслуживают. Тук-тук, дверь, здравствуйте, кто такие, на каком основании здесь находитесь. А родственники, не родственники, отлично, на каком основании здесь находитесь. А вы бесплатно живете. Ну, извините, это как бы состав. Все. А с точки зрения экономической, я должен обратить внимание, уважаемых коллег из налоговой службы, на то, что доходы падают не только в силу роста уклонения, но и в силу снижения цены аренды. Потому что доходы у людей падают. Вслед за падением доходов падает, естественно, и цена аренды. А вслед за цены аренды падают, извините, налоговые поступления. Так что вам, дорогие товарищи, следует делать все для того, чтобы у людей доходы росли. Налоговый это сделать не может, потому что это политика государства, которая уничтожает российские бизнесы, российские граждане, российскую экономику в целом, создает искусственный, искусственный, денежный голос, который душит нас в хуже любых западных санкций. Но налоговая служба может отказаться от практики налогового террора, когда она сначала замораживает счета предприятия, а потом требует объяснить у предприятия, что это было. Вот если вдруг налоговая служба откажется от практики налогового террора, то она очень быстро увидит, что собираемость налогов растет. Но это для многих сотрудников налоговой службы во многих регионах слишком сложно. Я надеюсь, что Новостибирская область, которая является одной из наиболее интеллектуальных областей в Российской Федерации, обладает соответствующей налоговой службой, которая это понимает. Это экономист Михаил Делягин, которого, кстати, регулярно вы можете слушать на волнах радио «Комсомольская правда». Как сказал нам один из экспертов, участковый, это выгодно искать таких нарушителей. С одной стороны, это и решение вопросов о налогах, с другой стороны, это административная статья для самого участкового. 19.15 КОАП проживания граждан по месту пребывания или по месту жительства без регистрации.